Здравствуйте! Россияне стали меньше тратить в магазинах. По данным исследования Ромир, в январе по сравнению с декабрем средний чек похудел на 10% и составил 527 рублей. Жители всех регионов значительно сократили свои расходы в первом месяце года. Худший результат показал Дальний Восток. Там потратили почти на 14% меньше, чем в декабре. На юге страны снижение составило 13%, в Сибири почти 12%, в Поволжье – 10,5%. Меньше всего падение среднего чека коснулось Урала, где за один раз население в среднем тратит 455 рублей. По сравнению с декабрем снижение составило 7,5%. Перед чемпионатом мира 2018 российские отели задрали цен в три, а местами в восемь раз. Список мест, завышающих цены, опубликовал Ростуризм. Всего в перечне 69 гостиниц. Лидером черного списка стал гостинично-банный комплекс «Без звезд» в Калининграде. Его владелец поднял цены на 833%. В Волгограде Ростуризм нашел превышение на 525%, в Екатеринбурге – на 485%, в Калининграде – на 300%. Список направлен в Роспотребнадзор. Напомню, в конце января был опубликован аналогичный список гостиниц. В него вошел 41 отель. Как сообщили в Ростуризме, все участники первого перечня уже устранили нарушение. Ведомство будет проводить мониторинг цен дважды в месяц, вплоть до начала матчей чемпионата. В 2017 году продажи поддержанных машин в Прикаме снизились почти на 4%. По данным аналитического агентства «Автостад» было продано 80,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что на 3,7% меньше, чем в 2016 году. По этому показателю наш край занял 23 место среди российских регионов. Также отрицательную динамику продемонстрировали Москва, Самарская и Воронежская области, Приморский край, Волгоградская, Омская области, Республика Башкортостан, Татарстан и Дагестан. Напротив, показали рост. Стоит отметить, что продажи новых легковых автомобилей в 2017 году выросли на 22%. За прошлый год в Пермском крае их было зарегистрировано более 30 тысяч штук. Купить авиабилет из Перми в Батуми можно будет уже весной, как сообщает бизнес-класс со ссылкой на ЮВТ Аэро. Авиакомпания подтвердила планы по выполнению рейса в Перм-Батуми с 15 июня по сентябрь. Заявленная частота полетов – два раза в неделю. Продажа билетов начнется ориентировочно в марте. Подробное расписание сейчас находится в работе. Предполагается, что минимальная стоимость перелета в одну сторону составит 10 тысяч рублей и будет привязана к курсу евро. Курсы валют на 14 февраля – доллар 57,77 рубля, евро – 71,16 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах!